Значок end логический, политическая информация 0, и таким образом я должен отобразить 33 характеристики. Можно эту процедуру сделать более оптимально, немного автоматизировав процесс. Мы знаем, что этот признак принимает значение 7, этот признак значения 0. Мы должны просто-напросто в Excel составить такую общую команду, в которой все эти значения и признаки в одной ячейке сосредоточатся. Каким образом? Ставим значок равно. Еще раз значок равно это. End это ячейка. И три ячейки совместил в одной пока что. Сейчас я могу теперь растянуть. Растянул. Теперь мне надо их все вместе соединить. Через значок end, опять же. То есть между ними должен быть значок end. Таким образом. Сейчас сделаем. Первый шаг состоял в том, что я соединил радикальные ячейки. Красненькая строчка. Две строчки. И получил в одной ячейке соединенные три ячейки. Как мы видим по командной строке SPSS. Эти соединенные ячейки должны между собой еще иметь вот значок end. В явном виде. Поэтому я выношу здесь значок end. Причем с пробелами. Чтобы не сливалось все в одно и едино. Еще раз объединяю вот эту ячейку. Значком... Здесь тоже работает значок end. Только он работает именно в экселевском смысле. Получаю объединение. Соответственно, пусть будет у нас второй этап. Он будет синеньким. Субтитры создавал DimaTorzok